31 мая будет отмечаться 80-летие со дня первого блокадного футбольного матча в городе Ленинград, в котором между собой сыграли команды рабочих, команда Эннского завода, и Ленинградская Динамо, команда, состоящая из профессиональных футболистов, в то время ушедших на фронт. Что интересно, футболисты на ту игру вышли с дистрофией, ведь они были изнемождены так же, как и все жители города последствиями блокады. Однако, они вышли на ту игру, чтобы подарить жителям настоящий спортивный праздник. Тем не менее, вокруг этого матча существует множество мифов и легенд, которые гуляют по интернету. Так давайте же о них поговорим с футбольным историком, обозревателем кино, сценаристом фильма о блокадном матче Алексеем Гвовичем Тунаевским. Первый вопрос, да, ну а о чем ваш проект? В чем его суть? Суть нашего проекта в том, чтобы показать блокадный футбол без прикрас, к которому уже привыкла читательская публика. Мы хотим показать, как это было на самом деле, принимая во внимание всю ту степень проверки, которую мы подвергли газетно-журнальные публикации на протяжении десятилетий. Ну вот на одном из круглых слов, вот вы говорили, что он не нравится, то, какими мифами окружен этот матч. Ну вот можете вот рассказать, что это за мифы? Главных мифов три. Первый из них, и один из самых вредных, это миф о листовках фашистских, которым забрасывалась передовая с воздуха. Содержание этих листовок было таким. И Ленинград, мертвый город, сообщало фашистское командование, защищать ему некому, и мы не входим в него только потому, что он завален трупами, а антисанитария не позволяет нам это сделать легко. И каждая вторая публикация, которая, начиная с 1963 года, начиналась с этих слов про листовки. И что матч стал ответом на эту гадкую провокацию. Так вот, эти люди, наверное, не ведали о том, что уже осенью 1941 года фашистское командование изменило свои намерения в отношении Ленинграда кардинально. Ни о каком вступлении триумфальным в наш город речи не велось. Он должен был быть уничтожен с воздуха и артобстрелами полностью. Руины должны были быть подарены финнам. Как гласили интеррективы, когда Гитлера спросили о том, а можно ли оставить порт ленинградский, то Гитлер сказал, и порт не оставлять. Мне интересует только то, чтобы этой географической точки не было на карте. Следующий миф – это то, что блокадные футбольные матчи подвергались артобстрелам. То есть, что только не было написано. То есть, какие снаряды, куда они попадали, в какую бомбу убежища футболисты. И все это продолжалось бы до того момента, пока не был бы поставлен вопрос. Подвергается ли эта информация о проверке? Да, подвергается. Есть документы ПВО Ленинграда. Есть отчетность командования ПВО партийным и советским органам вышестоящим о каждом снаряде, наносившем ущерб городу. Согласно этим сводкам, которые укладывались на стол, для обкома, горкома партии, гласили о том, в дважды в день, что ни в Приморский район, где находился стадион «Динамо», никаким обстрелом не подвергался, ни в какой день. Ни до матча, за день до матча, ни в САМ, ни 31 мая, ни какие-либо другие даты. Другое дело – это снаряды, попадавшие в спортивный объект, когда никаких спортивных мероприятий не проводилось. Они не могли играть на основном поле стадиона «Динамо», потому что оно было предназначено для тренировок и соревнований по преодолению препятствий. То есть поле футбольное было разрыто траншеями учебными, окопами учебными, другими видами препятствий, колючей проволокой и так далее и тому подобное. То есть, опять же, то, что оно было просто разбомблено немцами, это тоже нефть? Оно никогда не было разбомблено немцами, но откуда взялась такая точка зрения? Участник матча Евгений Аркадьевич Улитин сказал такую фразу, рассказывая о своем появлении на стадионе «Динамо» 31 марта. Стадион предстал в своем скорбном величии. Главное поле было распахано. И журналисты, услышавшие это, уверовали в том, что было распахано снарядами, хотя Улитин этого не говорил. Оно было распахано под полосы препятствий. Вытоптанная огромная площадка справа от входа на «Динамо» – это был пустырь, где проходили разминки. Смартменов различного профиля. Было засеяно картофель. Хотя есть сведения о том, что один малокалиберный снаряд в 41 году все-таки угодил в главную трибуну стадиона «Динамо», оставив после себя отверстие размером с крышку от небольшой кастрюли. А вот две фугасные бомбы упали на огороды «Динамо» 16 мая 1943 года. Об этом тоже есть документация. Как раз за несколько часов до праздника открытия нового летнего спортивного сезона. Это факт. Но только до, а не во время. Миф номер три – это радиорепортаж. О том, что в Ленинграде состоялся радиорепортаж на двух языках – на русском и немецком непосредственно на передовой – о ходе футбольного матча на «Динамо». Те, кто это говорил, наверное, даже и представить себя не могли, что можно пойти на Шполевную улицу, в архив литературы и искусства, где находится архив радиокомитета блокадного Ленинграда, и проверить эту информацию. Потому что творцам мифа невдомек, а сколько времени вообще продолжалось радиовещание в блокадном Ленинграде? Два-три часа в 1942 году. Каждое слово, произнесенное в эфире, запротоколировано. И гражданскими цензорами, и военными цензорами. То есть, это легко проверено. Но это было сразу принято на веру, что этот репортаж был. Первое подобие репортажа радио в течение 17 минут информации о матче имело место 16 мая 1943 года. То есть, документы по этому поводу хранятся. Уже практически через год. Конечно. Но что касается немецкого, истории на немецком языке. Тут два опровержения. Книга «Трагедия о Неве» ветерана 16-й армии фашистской, который сражался под Ленинградом на протяжении всей войны. Его звали Хаса Стахов. Там черным по белому написано «Впервые мы узнали о футболе в Ленинграде летом 43-го года». Кроме того, автором репортажа на немецком языке назывался знаменитый австрийский коммунист, руководитель и навещания радиокомитета Ленинграда Фриц Фукс. И никому не вдомек, что он много раз приезжал из Австрии в СССР с дружественным визитом. Его сто раз спрашивали, был репортаж или нет. И он отвечал, что информация про репортаж – это вранье, ацетирую Фукса. Вот, я дал коротенькое информационное сообщение на немецком языке через много дней после проведения первого благотного матча. Но тем не менее, сколько статей написано про это, то есть какие только драматических подробностей нет, связанных с радиорепортажем. Увековечен он на кинопленке в фильме «Ударь, еще ударь» и так далее. Сколько будет оно продолжаться, я не понимаю. Поэтому вот в этой книге рассказывается все, как было на самом деле, что подтверждается документами, газетами военного времени, другими источниками. Существует же миф, что первый матч вот сыграли 6 мая, да, вот с моряками, но вот вы активно это проверили. Это совсем грубо сколоченная информация, давайте мягко скажем. Родилась она в результате грубейшей ошибки, допущенной московским ДНС датом в 1960 году, когда была выпущена книга «Подвиг Ленинграда», сборник. Одной из частей этого сборника был дневник знаменитого ленинградского сыщика, милиционера Виктора Павла Чебучкова, который до войны очень активно занимался спортом и футболом в частности. Страницы его дневника описывают матч номер 3 блокадной серии, состоявшейся 21 июня 1942 года. Так вот, эта страница его дневника в книге датирована 6 мая 1942 года. Понятно, что 6 мая не могли произойти описываемые в дневнике события, потому что это совсем другой матч описывается. Но слово «не воробей», так говорится, вылетело, не поймаешь. И 6 мая стала тиражироваться. Через три года новая публикация в журнале «Физкультура и спорта» 6 мая называется. Большой текст про Виктора Павла Чебучкова, который подхватывается ленинградской правдой. И начинается вот эта серия. Один из участников этой серии, самый активный, московский журналист Александр Кихнадзе, написал огромную публикацию в «Сайском спорте» и пообещал читателям, что он обязательно найдет в команду соперницу «Динамо», потому что ни в одной публикации она не была названа. И вот он с триумфом возвещает в своей книге «Тот длинный тайм», которая вышла в 1969 году, книга, о том, что это была команда балтийского флотского экипажа под командованием майора Андрея Кузьмича Лобанова. Чуть, так сказать, никто не засомневался, хотя можно было бы пройти на фонтанку, в читальный зал, открыть газеты военного времени и узнать о том, что команда Лобанова сформирована в августе 43-го года. Все-таки вот история о том, что приходилось взаимодействовать, ну, в том числе, с Геромом вашего фильмом, который вы рассказываете, с военным советом, да, для того, чтобы возвращать футболистов с фронта, это все-таки правда? Это правда одно из свидетельств, очень серьезных, свидетельства Набутова-старшего. Говорит о том, что 29 апреля 42-го года в поселке Лебяжне, куда он был вызван из своей воинской части, его встретил подполковник, представитель политотдела военного совета Ленинградского фронта. И объявил ему о том, что дальше он уже не возвращается в свою часть, а отправляется в Ленинград, где уже сформирована, формируется команда Динамо, команда мастеров для участия в образцово-показательном матче. Кого-то удалось отозвать, но кого-то не удалось отозвать. В частности, Евгения Архангельского не отпустили. Он служил в разведке и был очень успешен, как разведчик, отправлявшийся в тыл врага. Не удалось отозвать Дмитрия Федорова из военного училища. Улитин, участник матча, получил сообщение о матче и о том, что его отзывают в день матча. Ночь на 31 мая. Сел на какие-то попутки, на какие-то грузовики. Слава богу, довезли до дворцовой площади, откуда он пешком отправился на Динамо и успел. Поэтому команду формировали кем придется. Мастерами, которые были вместе с Валентином Федоровым в угрозыске. И простыми лицентрами тоже. А какой вот интерес был для советского руководства проводить вот такой вот матч? Сейчас человеку покажется это как-то странным, с учетом того, что Ленинградский фронт был одними самых напряженных и тяжелыми. В литературе решение о проведении матча трактуется так, я принимаю эту трактовку, что начальство думало не про футбол, оно сначала думало о гораздо более важной вещи. Она думала об очистке города. Ведь на город в связи с потеплением, в связи с напряжением весны приближалась эпидемия. Канализация-то не работала с января. Город был завален нечистотами. Горы щебня бетона, кирпичей, оставшихся от разрушенных зданий неогранных. И самое главное – это трупы. Огромное количество трупов находилось под снегом, находилось на чердаках, квартирах людей, которые обезлюдили. А также были случаи, что многие люди не сообщали в Дом управы о смерти, чтобы получать паек. Представьте себе, да, обстановочка. Было принято решение, которое я называю грандиозной совершенно эпопеей о очистке Ленинграда, в котором принимали участие люди, которые и так работали выше нормированного рабочего дня каждый день, которым на выходе с предприятия лом давали в руки. Подъемы на шестой этаж, вниз на шестой убирать чердаки. Городские власти и Ленфронт задумались о том, как завершить эпопею очистки города молодежным праздником, огромным праздником. И было принято решение о проведении первого спортивного дня Ленинграда, а не одного какого-то футбольного матча. Весь город с раннего утра занимался спортом. Бесконечные соревнования в парках, бег по улицам, велосипедисты, показательные матчи баскетболистов, волейболистов, соревнования на Неве, балтийские моряки, соревнования по гребле. Тысячи, сотни тысяч людей молодых были вовлечены в этот праздник. А футбольный матч завершал этот праздник. Он начинался в 5 часов вечера. Поэтому нужно думать не о том, как матч кто-то задумал. Задумали не матч, а задумали грандиозный физкультурный праздник. Так что спорт был частью жизни блокадного города. И не нужно так уж его локализовать до одного футбольного матча, как-то во многих, в головах очень многих моих знакомых. А что, было что-то еще помимо футбольного матча? Чего себе! Вот, например, посмотрите блокадные тексты про спорт. Но там футбол занимал третьестепенное значение. А фотография именно футбола стоит. Потому что люди обожают футбол. Им подавают этот футбол по многу и часто. Дело в том, что осенью 42-го года хотели провести первенство города по футболу и кубок, которые не провели. Эти турниры состояли в 43-м году, потому что обстановка на фронте осенью 42-го года уже не позволила проводить большие турниры. Поэтому провели блиц-турниры. Там всего-то три матча состоялось. Всевобуч играл постоянно в футбол. То есть различные районы Всевобуч играли друг против друга. Это была норма. Комсомол организовал турниры с участием юношеских команд. В основном это были ремесленные училища. Так что футбол в 42-м году, конечно, был зажат со всех сторон обстоятельствами, которые складывались на фронте. А в 43-м году уже футбол разорвал все обстоятельства, какие только можно, и превратился в массовый спорт. Я насчитал 730 футболистов. Это только, которые в документах значат. А сколько их было на самом деле еще больше? Ситуация на фронте медленно улучшалась. Но ситуация в Ленинграде была подобна аду. Если голодную смерть удалось победить, так, если в город стало поступать продовольствие, то немцы превратили небо Ленинграда и улицы, дома Ленинграда, потому что настоящий ад. Количество снарядов, выпущенных по Ленинграду в 43-м году, не идет ни в какое сравнение с 42-м. 42-й удушали голодом. А здесь убивали с помощью артобстрелов по лето этого года. И надо это все-таки учитывать, что, скажем, 16 мая 43-го года была ситуация ужасная. Неудивительно, что две бомбы упали именно в этот день на Динамо. Есть такая история, что команде завода Сталина пришлось переименоваться в команду Эннского завода. Значит, не то чтобы пришлось. Вообще, если смотреть блокадные газеты, то практически все заводы, о которых шла речь, назывались Энскими. ЛМЗ носил номер 371. Завод номер 371. Это еще до войны. И командой Эннского завода, командой ЛМЗ, мы можем считать команду условно. Потому что она не вся состояла из рабочих и инженеров, сотрудников ЛМЗ. Например, тот же легендарный Иван Граждан Куренков, он был инструктором лечебной физкультуры. Не имел отношения к ЛМЗ. Александр Фисенко, игрок киевского Динамо, который играл за Эннский завод. Был инструктором лечебной физкультуры. Тоже не ЛМЗ. Понимаете? Поэтому иногда в блокадных газетах написано «Сборная заводов Ленинграда». Ну вот, к слову, перед интервью мне сказали, что у вас два проекта запланированы. Можешь поподробнее? Значит, проектов было два с самого начала, потому что в 2022 году два огромных юбилея. Это «100 лет Динамо». Ленинградскому, Петербургскому, Петроградскому, как хотите. И 80 лет первому блокадному матчу. Поэтому в Комитете по культуре было принято решение финансировать оба фильма. А так как я вхожу в комиссию, то, конечно, на меня смотрели как-то человека, который будет как-то участвовать в этом во всем. То, конечно, при слове «Динамо» и блокадный футбол, я как-то подразумевался. И я, да, оказал все, что помощь какую-то можно оказать обеим картинам. Они уже почти готовы. «Динамо» уж точно успеет 27 июля. Похоже, что и блокадный футбол успеет 31 мая. Похоже. Хотя там работа кипит еще. Ну, если вот брать самую громкую картину в футболе, то тут, конечно, вспоминается 11 молчаливых мужчин. Лучший игрок русских влюбляется в молодую и красивую журналистку. Она бросила своего парня Томми Лоутона, звезду Челоса, ради какого-то русского. Я буду называть тебя «За бест». Лучший. И тут... Эта картина Пиманова «11 молчаливых мужчин» сугубо игровая. И не преследовавшая целью операционный документ. Она преследовала целью обслужить зрительские ожидания. То есть быть красивым, изображением. Значит, у фильма есть свои достоинства. Наконец-то играют футболисты на футбольном поле хорошо. То есть обычно, когда мы смотрим фильм, мы видим, какой ужас артисты играют в сборную СССР по футболу. Играть не умеет и кто. Но вспомните фильм «Тренер» смотрели? Вы видели, как пробивает Данила Козловский, уважаемый и любимый человек пенальти? Видели, да, в этом фильме? И так далее. У Пиманова отлично играют в футбол. В «11 молчаливых мужчин». Ну, наверное, сама картинка нарядная. Лондон отлично изображен. Челси, тут надо отдать должное. Кто-то консультировал все-таки Пиманова. Действительно играл в красной форме. Но, если взять футбольную общественность, а еще хуже того, тех, кто читал книжки про турне Динамо в Англии, вот это, конечно, ужас охватил их при виде того, как обошлись с историей футбола. Это ж надо же, представьте себе, сидит злой человек, который там в тотализаторе какие-то гадости, значит, там устраивает, да? И говорит, Динамо должно лечь. Кому? Карди в Сити. В зале протестов нет никаких. Значит, Карди в Сити команда второй лиги. Никакой другой счет, кроме разгромной, здесь не подразумеваться. Динамо, сборная СССР по футболу, лечь Карди в Сити не может. Тогда показывают, что этот человек, просто дурак набитый, или самоубийца, который пытается сделать так, чтобы Карди выиграл. Что такое? Так ты объясни зрителям с самого начала, что в 45-м году в Англии чемпионат не проводился вообще, потому что гигантское количество футболистов находилось в армии и демобилизовалось к концу 46-го года. Вот тут приезжает наша сборная, да? Поэтому судорожно формируется Челси, судорожно формируется Арси, а у него, вы смотрите фильм, да? Да, да, да. Ящики грузятся, апельсины. Эта сцена начинается, да, фильм? Какие апельсины в Англии голод, карточная система. Хватит валять дурака, Пиманов, хочется сказать. Что ты здесь сооружаешь? Фильм для публики нормален. Он для меня ненормален. Какое такое бегство Боброва из команды? Это вы можете себе представить на секунду, какое количество было охранников в этой команде, да? И всяких там партийных людей с партийными билетами. И вдруг он убежает, лидер, убегает лидер команды куда-то вообще с какой-то антисоветски настроенной шпионкой, да? Что за бред вообще силой кобылы? Ну ладно, теперь давайте поговорим все-таки о том, ну что из себя вот так в общем чертах будет представить ваших людей. Концепция такая. Значит, правда и только правда. Пусть даже пресная. Без этой героики всей, без этого, всего этого кинематографической драматургии, понимаете, там, где нужно публику взять за глотку, заставить ее рыдать, понимать, что щирило что-то. Но! Я утверждал и буду утверждать, что реальная история в сто раз интереснее вымышленной. Понимаете, в чем дело? Поэтому уделим внимание строгое костюмам. Уделим внимание блокадным всевозможным деталям, да? Не позволим фальше прорваться в кадр. Очень сложно в Ленинграде сейчас найти заброшенный стадион, похожий на Динамо. Значит, либо это вообще трава, как вот, например, у станции метро Лесная есть заброшенные стадионы, но там такая трава, что все синтетика сплошная, и везде, везде торчат современные здания. Поэтому мы в области, ну, отличное поле в Гатчине. Но, простите, везти туда аппаратуру, везти туда огромное количество статистов тяжело. Но у нас есть люди, отвечающие за выбор поля. Какое-то поле они найдут. У черти города заброшенное футбольное поле, у которого гаревое покрытие. Блокадные сцены, снятые на Васильевском острове и на самом Ленфильме в интерьерах и на улице, так, что никаких вопросов возник не может. Ну, а вот, насколько же известно, ну, что-то все там вот это достаточно разрознено. Вот одни говорят одно, другие другое. Вот как вот это вы все по крупицам собирали? Я проверял, я проверял каждого, кто попал в газету или в какой-то журнал из свидетелей и информаторов. Я проверял каждого на предмет соответствия с рассказом другого участника. Например, один говорит, был окунь, со всеми поздоровался, другой говорит, окуня близко там не было вообще. А это очень важно, приходил ли тренер Динамо до стадиона Динамо в этот день. Вот. И если приходил, то тогда, возможно, вероятно, приходил, потому что про него говорят, он вел репортаж на русском языке. Но он не вел, потому что документы радиокомитета говорят о том, что не было никакого репортажа. Вот. По воспоминаниям никакая картина не складывается. Об этом вот эта книга. Что абсолютно невозможно сшить это лоскутное одеяло, а оно распадается. И я привожу панорама разночтений. Вот здесь есть такая глава. Называется панорама разночтений. Вот здесь буквально вот поэтапно, поэтапно говорят разное. И так вот на каждой странице. Тогда я сказал, что я перехожу от вопросов, я перехожу вот к этой книге, к системному изложению, как это было, с помощью доказательной базы. с помощью подтверждений документов, на худой конец газеты. Ну вот тогда поговорить по поводу дореволюционного футбола, там вот вы конкретно рассматриваете, вот как возник он в России, получается. Я рассматриваю вместе со своим соавтором. Одному это невозможно. А эту книжку осуществить просто нереально. С момента появления в России первого англичанина. С Ивана Грозного. Вот ченселлора, как прибывает торговая эмиссия, первая торговая эмиссия ченселлора. И потом, что происходит с британской колонией и в Петербурге в первую очередь, что с ней происходит. Что порождает в ее жизни этой колонии футбола. Поэтому пришлось рассмотреть все спектры жизни. Но так как у нас сейчас с Англией, сами понимаете, какие отношения, мы сейчас теряемся в догадках, какова будет судьба этого начинания. Потому что придется первый том как-то выбрасывать и публиковать. Второй только. То есть начиная с первой русской футбольной команды, которую создает Москвин и которая дожидается своего часа, наблюдая за англичанами, часа своего дебюта в чемпионате Петербурга в 1903 году. Первые два чемпионата пропустил. А потом уже после выхода на авансцену клуба КЛС уже начинается эпоха мурного развития футбола русского. Ну, к слову, все вот эти начинания они как-нибудь властью поддерживались в случае того, что тот же Николай II там... Вообще, полиция посматривала крайне неодобрительно. Полиция, потому что вели себя зрители очень плохо. На матчах доходил до беспорядков и частенько. Частенько. А Лезгов-то Петр Францевич, он просто ненавидел футбол как судебный патологоанатом. Он муратовал всегда за легкие виды гимнастики, за легкие виды бьевы, так и так далее. А при футболе он просто наливался ненавистью, потому что это бесконечные выломанные колени, выбитые глаза, выбитые зубы. И Лезгов был просто главным воителем против футбола. Для него это варварство было самое настоящее. А эти упивали все участники. Вот он же идет, у него изо рта текут кровавые сопли, а он довольный, довольный, что он в этой побоище участвовал, понимаете? И какие зубы наплевать. Вот какой был футбол. Но он не укладывается в наше представление о нем с помощью фильмов, которые созданы, и с помощью книжечек всяких. Интересно было даже в 12-м году, когда Олимпиаду завалили, а еще страшнее другое. Вы думаете, это страшный счет с Германией? А Шефина могут здесь проиграть предыдущие матчи. По своему княжеству получается. Ну вот. Это уж совсем. Ну, кстати, если, например, вы изучите материалы Олимпиады 1908 года, то там любопытно, что финны, если не жольц, команду порядка 60 человек послали на Олимпиаду, а Россия только 8 человек. Потому что какая Финляндия, какая Россия? Ну да. Вот. И какие финны все-таки спортсмены? Тоже нужно учитывать. Все-таки это зимняя страна, страна, которая привыкла выживать в лесу. Дух Сиссу, это называется. Сиссу. Это дух финского лыжника, который победит мороз, который победит нечеловеческие условия, все типа Ава Нурмия оттуда же. У нас на Руси зима была непроизводительным временем года. То есть у нас все было завалено снегом, все спали в избе. Финн пропотал в поте лица своего всю зиму. Тут масса всего, я вам хочу сказать. Масса всего. Настолько, что один человек не справится. Мы работаем с Петровым вдвоем, хотя в советское время это был бы коллектив авторов. Но я думаю, мы справимся. Финн ... ... ... Продолжение следует...